Всех приветствую, друзья! Моя Мэтт Вистер и сегодня с вами обсудим последние новости, которые случились с выходом парижского мажора. Самому мажору буквально 12 часов, но уже есть большое количество разной интересной информации, которая всплыла. Непонятные баги, добавленные игроки, которые не играют на мажоре и так далее. Сегодня мы посмотрим это и обсудим. Также, ребята, не забывайте, если вы прямо сейчас поставите лайк, а также подпишитесь на канал, вы можете получить от меня 3 капсулы нового парижского мажора. Победитель будет выбран в конце следующего ролика. Ну а также, ребята, не забывайте, что у меня есть телега, где я максимально быстро и оперативно сообщаю о том, во что нужно вкладываться, а что нужно быстро сливать. Благодаря моему телеграмму очень многие люди засевили свои инвестиции. Ну и также сейчас тут происходит крупный розыгрыш на 10 пропусков на париж-мажор. Залетайте, ребята, участвуйте! Помимо прекрасных голографических стикеров без фона, парижский мажор принес большое количество разочарований и недочетов. Это учитывая тот факт, что эти стикеры безумно запоздали и вышли за 4 дня до мажора. Когда до этого раньше стикеры выходили, ну, минимум за 6-7, а то и, блин, и за месяц было разочек. Но валы все равно каким-то образом накосячили. Но перед багами хочется все-таки пробежать сначала по рынку. Во-первых, ребята, Моуза Холла Париж зафиксировали свой ценник в 3000 рублей и достаточно плавно сейчас идут на спад. В то время как стокгольмские Моуза до сих пор скачут. То стоит 5600, то 4600, то 4. В общем, очень грустная история, как можете заметить, график просто рухнул вниз и не собирается оттуда выбираться. Хотя большое количество людей уже сделали такую, знаете, небольшую агитацию, что как бы Моузов с Токгольмом надо покупать. Тем, что сравнили, собственно, стокгольмские стикеры и новые парижские. Где оказалось, что парижские стикеры гораздо, гораздо хуже выглядят. Но, к сожалению, все равно психологически парижские стикеры давят. Что это очередной стикер без заднего фона, из-за чего, конечно, Стокгольм ужасно просел. Также вместе с Моузами просел и капсула с ними. Она упала ровно в два раза. В принципе, мне кажется, в будущем все равно эта капсула будет расти. Потому что тут есть муви старые, которые не прошли. Тим Спирит, которые не прошли. Астралис, которые не прошли. Хероик со старым логотипом. И Бигги, которые не прошли. То есть капсула, в принципе, должна быть перспективной. Так что, возможно, на дистанции рост будет. Как, собственно, есть Моузами Холлок и Стокгольм 2021. Также ужасно просела, кстати, не знаю почему, по GL капсула Antwerp 2022. Как по мне, это очень глупо. Со 170 рублей оно рухнуло до 114. А глупо, ребят, я считаю. Потому что тут есть Клоуда, которые не прошли. Бигги, которые не прошли. Копенхаген Флеймс. И старый логотип Хероиков. Но вообще так-то, опять же, просадка понятна. Все быстренько послевали, чтобы купить новые капсулы. Потому что там, правда, крутая голография. А теперь давайте перейдем к уже начале буста цен некоторых стикеров. Наклейка Монте в Париже 2023 выросла с 16 рублей до аж 82. Смотрите, залагавший ценник 59. Но можете заметить, что автобай начинается от 82. И я видел, что оно вообще стоило сотку. Это очень жесткий и активный рост. И я думаю, вы понимаете, скорее всего, с чем это связано. Я сразу, ребята, сказал, что с данными стикерами будет большое количество интересных бустов. Когда еще только-только начались отборочные. Так что следим внимательно. Я думаю, во время мажора может случиться что-то такое. Из-за чего, как раз-таки, данный стикер сможет вырасти еще сильнее в цене. Также, похоже, скандал сейчас разворачивается вокруг Бласта. Они сделали очень неоднозначный пост в своем твиттере. Из-за чего получили, ну, не самую лучшую критику. Потому что, как вы можете заметить, они запостили, собственно, роспись Нердса. Из команды Энс. И написали, собственно, букву. Но многие люди это просто, возможно, не так поняли. Бласт не сделал никаких извинений, не сделал никаких помарок. Но, как вы понимаете, ситуация напряжная. Особенно учитывая факт, что на мажоре участвуют монты. В общем, следим за развитием данных событий. Надеюсь, что все закончится хорошо. Следующий игрок, который получил просто халявную роспись, даже не играя на мажоре. Человек с ником Скор. Казалось бы, ничего особенного. Но данный проигрок уже давно не играет в монголах. Его кикнули еще до мажора. И, собственно, он почему-то просто получил халявную роспись. Как вы можете заметить, в составе монголов нету Скоро. То есть, в Аллы просто добавили роспись человека, которого и не будет даже на мажоре. Я не говорю, что в это нужно инвестировать. Но у меня есть сильные подозрения, что это будет менять. И ценник на данный стиккос может очень сильно вырасти. Потому что, помимо того, что этот стикер еще красивый и имеет очень хорошую голографию, Так еще и роспись достаточно приятная. В общем, ждем развития событий с этим стикером. Похожие ситуации уже были у Валв. Если вы помните Бостон 2018, вы знаете, как они решают такие проблемы. Следующий человек, который присутствует на мажоре и будет играть, но под другим никнеймом. Ну, или так решили Валвы. Потому что ник этого человека, как вы можете заметить на росписи, крушал. Ну, или как-то так оно читается, если что меня поправьте. Но стикер называется Crew 1 Call. То есть, они просто случайно забаговали единичку. И переставили ее местами с буквы С. Это очень критическая ошибка, потому что, ну, теперь эта роспись имеет просто забагованное название. Думаю, конечно, это пофиксят, но пока выглядит очень странно. На сваллы подготовились к ста. Похожая ситуация с игроком Навг. Ну, вы скажете, в чем здесь проблема? Ну, Навг-Навг. А проблема в том, что у данного игрока всего 2 W. Нежели когда в названии этого стикера написано 3. Ай, Валвы, чудят. Ждем, когда Симпла переименуют на Сомпл. Ну, а что? Можно же? Если вы единицы местами меняете и добавляете дополнительные буквы, то можно единицу на ноль заменить. Также, ребята, сейчас развивается очень крупный скандал вокруг Тима Найн. Как можете заметить, их логотип это белый круг с надписью Найн, крестиком и минусом. В то время как Валв сделали абсолютно какую-то тоненькую убогую парашу. Стикер все равно, конечно, приятный, но как-то выглядит, ну, не очень. Согласитесь? Из-за чего организация планирует устроить целый скандал. Чтобы вы понимали, тренер агитирует, чтобы Валвы добавили задний фон на их стикеры. Понятное дело, если Валв никак не отреагирует, я сомневаюсь, что что-то будет. Учитывая, что это первый мажор Найнов. Но в любом случае, мне кажется, это должны нерфить, потому что такое уже было. Допустим, у Тим Спирит, у которых был на, по-моему, Антверпе логотип черный, а потом его поменяли на белый. Просто потому, что на черном логотипе был очень плохой глиттер эффект. Поэтому, скорее всего, думаю, в ближайшее время этот стикер сделают лучше. Так что мой совет, будьте готовы, что, возможно, этот стикер нормально так подлетит в цене. Просто потому, что все-таки добавят этот задний фон, и это будет выглядеть реально, ну, достойно. Хотя, скажу откровенно, если бы это был просто плюсик и минус, был бы гораздо, гораздо круче. Ну, или это не плюс, можно сказать, это умножение, не соль важно. В общем, ребята, на этом новости о парижском мажоре на сегодня все. Не забывайте, что за подписку и лайк вы можете получить три капсулы из нового парижского мажора. Все, что надо сделать, прямо сейчас поставить лайк, а также подписаться на канал. И не забывайте, что в Телеге происходит мега розыгрыш 10 пропусков на парижский мажор. Где надо будет подписаться на канал, подписаться на Телегу, Телегу спонсора и написать в комментариях, участвую. Все просто плюс элементарно, ребята, залетайте. Ну, а на этом, ребята, я с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего дня.